друзья всем привет хочу сказать вам большое спасибо за то что вы мне подкидывайте идеи для видео потому что я уже вообще выдохлась не знаю о чем болтать вот сегодня отвечаю на вопрос жанночки из воронежа что делать с покупными суккулентами с теми которые вы покупаете в магазинах и с теми которые вы покупаете меня но разницы совершенно нет никакой мои растения от покупных ничем не отличаются тем более что у меня тоже идет перепродажа растений покупных растений и вот сейчас я вам расскажу что я делаю с покупными растениями потому что я тоже самое также как и вы покупаю эти растения также себе сажаю те виды которые мне нравятся покупаю и деток покупаю и взрослые экземпляры часто приходится реабилитировать вообще не ликвид тот который мне приходит вы его даже не видите я его выставляю уже на продажу тогда когда они приходят в себя вот давайте я вам расскажу чуть-чуть так ну вот про это растение я вам рассказывал уже наверное пару видео назад это гуэрния пиланси это очень такое капризное растение растет она небольшим то есть вот эти вот столбики сейчас переменяю руку вот так вот эти столбики они практически вот уже взрослые то есть но она если увеличится но на немножко там на сантиметр на полтора максимум не больше и вот это растение пришло часть из него я продала не знаю как себя чувствует это растение у других девочек которые у меня его купили но вот я с таким растением столкнулась впервые и вот уже как бы исходя из своего опыта что я с ним сделала я его посадила в очень и очень рыхлый грунт вот видно сейчас что он полит но поливала я его показывала вам пару видео назад как я поливала это растение просто я как всегда снимаю серию видео в один день и поэтому вот такое получается несоответствие вот специально сейчас достала из грунта вот эту вот этот черенок во первых это растение укоренено вернее сажала я его уже с такими с погибшими корнями вот смотрите вот здесь вот палочка это отсохший корень то есть строение корня внутри идет вот такой плотный стержень сверху такая ткань которая отсохла сразу и потом отсох вот этот стержень и вот сейчас я его в общем на этом черенке есть единственный корень длинный вот он земле находится но этого корня естественно растению мало для того чтобы она нормально укоренилась и чтобы она нормально развивалась и поэтому чтобы она дала дополнительные корешки я его очень и очень редко поливаю практически наверное раз может быть в 10 дней сейчас и чуть-чуть чуть-чуть но сейчас я не буду вам это показывать потому что она уже полито я не хочу просто губить свой труд и не хочу губить растение вот просто она у меня была засыпана вот так грунтом и по чуть-чуть я так вот земельку слегка поливала сверху вот видно здесь что вот тут один корешок уже начал расти вот здесь тоже возле старого корня засохшего вот появился зачаточек ведь пупырка маленькая это будущий корешок который нужно выкормить который нужно вытянуть из растения путем редкого полива потому что редкий полив стимулирует корни образования но не поливать совсем тоже нельзя потому что растение должно чувствовать влагу и должно выпускать корни должно стремиться к тому чтобы начать ему нормально существовать нормально жить но опять же левой рукой сейчас я ничего делать не буду я его сейчас просто вот так опять присыплю грунтом этот корешок молодой в рыхлом грунте будет находиться там будет доступ воздуха почему очень рыхлый грунт важен во время посадки во время укоренения потому что именно доступ воздуха и проветривание играет огромную роль в укоренении растения если вы посадите в торфяной грунт и хорошо хорошо польете то толка от этого не будет даже те корешки которые уже есть на растении они сгниют вот поэтому необходимо добавлять в свой грунт большое количество разрыхлителей но это опять что касается суккулентов я все время рассказываю про суккуленты так про гуернию вроде рассказала теперь вот я недавно пересаживала деток своих я вам показывала как они меня вот в этом горшке росли четыре штуки silver принц но он не состоит я я до него сейчас уже не долезу уже эту полку всю поставила на место и вот эта детка их я рассадила каждому дала свою жилплощадь достаточно такую просторную жилплощадь но чтоб потом не пересаживать это уже как бы постоянное и место жительства если она не погибнет то она в этом горшке будет жить но минимум три года вот тревожить я ее больше не буду но вот эта детка она пойдет на продажу у меня есть такая большая розетка просто она сейчас подрастает укореняется кстати очень классненькая смотрите на будто покрыта вся изморозью щетинки такие на ней классные и и сама она стала такая курносенькая красненькая вообще обалденная это эхиверия кэрол а эту красотку я не знаю как зовут я вам рассказывала где-то наверное в осенних в одном из осенних видео что я купила ее по очень хорошей цене прям достаточно дорого она стоила вот пока она еще не похожа на того кто должен из нее получиться я ее брала из-за узоров на листьях узоров пока нет возможно они не появятся в условиях содержания под лампами возможно они появятся только на улице но надеюсь что что-то с ней произойдет такое волшебное и что она будет именно той за кем я гонялась пару лет на полтора года точно вот что я с ней сделала с этой розетка я ее посадила отряхнул ее от старого грунта посадила ее слегка полила слегка прям совсем чуть-чуть и оставила ее где-то на полтора полторы недели не подходила к ней и не вспоминала вообще про нее вот сегодня я их все достала и когда снимала первое видео я их кого в видео поливала кого после видео в общем я ее полила полила чуть-чуть по кругу вот так потом где-то минут через двадцать вот когда ставила уже сюда я эту политую землю еще раз вот так порыхлила для чего для того чтобы слишком много влаги не было под корнями чтобы корни дышали чтобы не было загнивание корней все вот тоже самое вы делаете с теми детками которые вы получаете мне кстати есть видео давно давно она уже была снята но может быть год может быть больше года назад ответы на вопросы покупателей грунт посадка черенки что такое как так называется вот там я показываю как я сажаю деток с корнями как я сажаю деток без корней кому интересно найдите там в плейлистах плейлист по моему грунт так как же называется то суккулент и уход по моему он называется и вот в этом плейлисте можете найти это видео и посмотреть там наглядно я показываю все вот сейчас я посадкой заниматься не буду потому что ну как бы посадку у меня уже отснято и деток и есть еще отснятое видео крупные розетки летом я пересаживала крупную розетку эхиверии опус я и отрезала корни и потому что они были очень большие то есть подрезала корневую систему то есть там все тоже наглядно вот про крупную розетку есть видео про деток тоже есть видео ну и сегодня так чисто небольшая болталка теперь вот эти розетки эти розетки у меня девочки росли уже укоренились нормально я посмотрела что у них есть уже молодые корешки и вот смотрите беленькие видите эти розетки я покупала ну не знаю когда наверное в начале декабря много их было я их отсылала тоже девочки и мальчики их покупали это эхиверия пурпузором вайт я вам говорила что я себе оставила две розетки вот они на мой взгляд какие-то разные вот посмотрю как они будут развиваться может быть потом это изменит форму но сейчас они различаются вот не знаю мне к по крайней мере видно что у этой лист более тонкий более вытянутый у этой лист более такой мощный более широкий также вот тыльная сторона листа смотрите ну то что это пурпузором вайт это однозначно потому что обычная пурпузором и и окрас совершенно другой ну вот оставляла специально две розетки себе для сравнения и вот сегодня я короче посмотрела что она там они нормально уже укоренились что у них появились ждущие корешки я их посадила и полила и куда-то там я отошла и прихожу она стояла у меня на мойке стоял этот горшок на мойке я прихожу и смотрю валяются эти розетки в мойке грунт этот высыпан и все по ходу белка наверно скаканула зачем-то и смахнула белка пробежала хвостиком махнула яичко упал и разбилась вот горшок упал и и розетки эти вывалились в общем сейчас я после видео их посажу не стала их сразу сажать потому что планировала снять сегодня вот это видео ну что я с ними сделаю в общем когда я их получила сейчас вот сюда и и положу на время когда я их получила в общем вы получаете растение вы берете его если она у вас купленная вы отряхиваете полностью очищаете магазинный грунт до лысых корней чтобы корни были вот голые и все без единой капельки старого грунта все можно даже если растение нормальное можно там сутки чтобы она полежала чтобы корни эти просохли другой вариант сейчас чуть чуть позже о нем расскажу если вы получаете растение и она не получаете даже если получаете покупаете растение в грунте вот бывают залитые в супермаркетах продаются суккуленты если вы его купили и если есть шанс его спасти вот про него я чуть чуть позже расскажу если вы покупаете или получаете нормальное растение с нормальными корнями с уже очищенными корнями вот вы полностью ну неудобно мне сейчас это делать корни вы эти все распределяете ровно то есть чтобы вот таких загнутых но она просто сейчас лежал у меня и корни эти как бы под себя под подогнулись корни расправляете разъединяете их чтобы они были все ровненько чтобы все они были вытянуты вот так по струнке и именно в таком положении корнями вниз ни в коем случае не вот так вот 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 как вот есть она сейчас вот и вы ее вот так пырнули видите корни загнуты от нее толка не будет однозначно но вас расти не будет вот не знаю с чем это связано но это парадокс и это факт вот такое растение у вас не примется она будет долго болеть долго чахнуть она не будет у вас расти начнет отсушивать листья вы не будете понимать в чем дело обалденный грунт такой вкусный грунт я и намешала и я ее и поливаю и что и заразе надо такой оказывается все просто у нее просто смята корневая система любой суккулент сажается с расправленными корнями это самое главное правило посадки суккулента любого не только их вере и любого вот с такими загнутыми корнями растение не сажается корни должны быть обязательно расправлены и вот так распределены распределены вниз в грунт ну и то же самое со второй розеткой все сейчас я их посажу после видео так и второй вариант что делать с растением если вы его купили она залитая где-то там ваша не вы его купили вы вы это даже может быть не сразу но вы как бы видели что она залитая но вы надеялись что там все с ним хорошо когда вы его домой принесли отряхнули с него грунт и посмотрели ну если загнил ствол то однозначно резать макушку если растение просто залита то есть нет таких явных признаков его гибели но растение чересчур но растение чересчур залита и листья эти каменные каменные а шуршат от того что они перенасыщены влагой вы его отряхиваете точно так же как и другое растение отряхиваете его от грунта полностью грунт снимаете с корней и просушиваете эту розетку залитую дня три-четыре просто на воздухе вот она у вас полежала даже можно пять дней ничего страшного потеря тургора будет только ей на пользу и вот уже после этой процедуры вы эту розетку сажаете в грунт если это агавоидная розетка поливаете прям минимально ну что такое агавоидная вы знаете да толстолистные розетки с плотными жирными листьями вот это не агавоидная розетка хотя пурпузором и тоже держит очень хорошо влагу но их почему-то не относят к агавоидным розеткам агавоидная это вот розетка вот такая вот эбони вот там дальше колорад она агавоидная вдали и вот такие розетки поливаете миранда что еще то на ум приходит больше ничего не приходит короче все зеленые хвери и липстик миранда sirius и бани агавоиды с рубра гавой десрет вот эти все розетки вы их сажаете и поливаете просто чуть-чуть дабы намочить слегка корешки следующий полив у вас будет ну где-то дней через десять точно так же чуть-чуть непосредственно немножко на корешки чтобы их смочить и вот так вы где-то будете ее поливать в течение полутора месяцев пока она не нарастит себе на старых корнях молодые новые вот такие белые корешки сейчас сейчас вот беленькие мелкие корешочки они видны это уже новая порлась корневой системы на старых корнях вот когда уже появляются вот такие корешки уже можно поливать смелее но опять перебарщивать не нужно с влагой вот эхиверия трампет трампет премиум я в несколько видео назад вам рассказывала про эту розетку что я себе оставляла одну вот сейчас она уже я точно знаю что она принялась она уже освоила грунт недавно она была вяленькой когда я снимала видео я вам говорила что нужно ее срочно полить хорошо что я ее достала и нужно ее полить потому что она уже вялая вот я ее полила прошло наверное не знаю дня 4 сегодня я ее вынула и она уже такая упругая листья у нее уже сжимаются с трудом это значит что листья уже не морщинистые не мягкие не не тряпочки это значит что она принялась и что корни ее уже впитывают должным образом влагу что делала я с вот этой розеткой эта розетка но так как она была большая а для меня сейчас вот в моих условиях вот такие лошади это как бы неприемлемо я из этой буду растить буду стараться вырастить небольшую розетку ну путем жестких условий вот но пришла она ко мне в диаметре 16 сантиметров 16 сантиметров это конечно же размерчик в любых условиях не только в моих но в моих это вообще критичный размер недопустимый вот я ее оборвала у нее нижний ярус листьев даже наверное не один после этого я ей обрезала корневую систему так чикнула вот распри распрямила корни чикнула где-то одну треть от всей корневой массы и посадила ее с такими корнями с обрезанными в сухой в сухой грунт то есть грунт аж вот пылил то есть ну можно было просто ее положить и подсушить на воздухе но мне негде было ее размещать и я ее посадила в сухой грунт и полила я ее только наверное слегка где-то на пятый или на шестой день то есть она в сухом грунте подсушивала себе вот эти срезы на корнях около пяти шести дней все я ее полила и следующий полив был где-то дней через десять тоже небольшой полив потом наверное вот еще был один а может быть не было я уже не помню в общем короче с периодичностью в 10-12 дней поступала влага этому растению по чуть-чуть вот сейчас я вижу но тогда на сильно листья не сильно тургор не набирала и по ней было видно что она еще болеет то есть у нее несколько листьев погибли нижних они стали прозрачными я их оторвала выбросила вот сейчас видно что она полностью стала упругая значит все с ней хорошо отмирание листьев уже не ожидается и в следующий полив ее можно полить уже так хорошо хорошо конкретно ну не от души не чтобы там лилось все но уже побольше чем сейчас это вот я вам сейчас покажу такая штучка не помню как она называется но в общем это короче древние окаменелости которым ого-го сколько миллионов лет вот такие окаменелые останки встречаются у нас на сосне очень много окаменелые ракушки вот эта штучку я помнила как она называется но забыла не вот старом грунте она попалась и я ее вынула и положила ну жалко выбрасывать такую редкость так вот это про большую хиверию ну и вот сейчас еще быстренько покажу раз она у меня лежит я сейчас покажу вам вот это растение это срез крестатные хиверии что делать с этим срезом вот такой срез вы получаете ну вот здесь есть на стволике уже ждущие корешки но этого недостаточно для того чтобы она укоренилась если вы видите несколько таких корешков все равно полив у нас будет очень и очень осторожных делаем углубление левой рукой в земле опускаем туда нашу и хиверию вот так как же получится вам показать вот так грунт смотрите какой рыхлый практически одни камни вот так слегка присыпаем с двух сторон ну так зафиксировать ее чтобы она не падала и поливаем смотрите вот это основной момент и очень важный поливаем не туда не на ствол а поливаем вот здесь вот сюда капельку льем чтобы она проникла вглубь там ну где-то на пару сантиметров и точно так же льем с вот этой стороны тоже отступая от основной розетки и льем где-то на расстоянии два-три сантиметра от розетки все мы ее вот пролили с двух сторон вот так и оставили в покое дней на 10 следующий полив через десять дней где-то будет точно таким же по той же схеме точно так же не не под ствол растения а именно вокруг но это я просто сейчас показываю потому что у меня крестатные хиверия мне неудобно здесь вот у ковырять здесь ковырять если это обычная розетка ну вот как вот сидит этот череночек вы просто можете полить вот так по кругу по кругу но с расчетом того что вода это которая будет попадать на этот круг она не будет приближаться непосредственно к самому стволу розетки и все через 10 дней так это у нас уже прошло где-то 20 дней да ну наверное еще потом через 10 дней мы чуть-чуть тоже самое полили и день к через 4-3 вынимаем ее из почвы и смотрим о вуаля тут появились корешки и только в том случае когда появляются вот здесь корешки вот здесь корешки на стволике ну на крестатке это конечно плохо заметно вот она круглом стволе на обычном стволе они появляются со всех сторон вот только в том случае когда будут уже корешки на растении вы ее обратно сажаете с этими корешками и уже поливаете смело ну не от души а так ну просто поливаете смачиваете корни уже непосредственно на корни вот и все секреты фу выдохлась опять третье видео сегодня уже снимаю уже и даже заговариваюсь да друзья принцип точно такой же и у красу и у пахифитумов и у грабтоверий точно такой же как я вам сейчас показывала про полив и про укоренение розеток то есть любой суккулент будь то красула просто черенок срез макушки будь то срез эхиверии укореняется точно так же точно также поливается друзья ну и в завершении видео мне бы хотелось вам показать вот эту мою дудлею которую я укореняла вопреки всем правилам в воде вот это растение специфика этого растения заключается в том что она стагнирует летом и не дает корней то есть летом это растение точно так же как и греновия вот эта капуста эти растения летом спят и процесс укоренения он конечно же в разы усложняется и вот ее я будила ставила в стакан с водой сначала она у меня находилась в грунте но около трех недель она отсушивала листья она не давала корни и в общем это было конечно же трагедия потому что была жара и это было ужасно жаркое и растение это можно сказать и растение это можно сказать ну потихоньку гибло и я на свой страх и риск взяла ее и поставила в стакан с водой и где-то дней через пять через шесть у нее уже появились корешки и и потом находясь в воде она их нарастила и только после этого я ее пересадила в грунт вот с некоторыми суккулентами вот это хорошо работает этот принцип то есть так можно укоренять дудлей это дудлея так можно укоренять айхризоны это точно я знаю потому что я уже проверяла айхризон в воде намного быстрее дает корни чем он будет давать их вот по вот этому принципу по которому я вам сейчас показывал укоренение любых суккулентов посадка в грунт и редкий полив там вокруг вот я думаю не пробовала поэтому знаете вот нужно это делать с осторожностью то есть смотреть каждый день на состояние растения чтобы успеть его спасти если трудноукореняемое растение не дает вам корни в земле можно на свой страх и риск поставить его в воду но так как это суккулент и огромный риск загнивания ствола в воде у суккулента нужно за этим процессом смотреть ну раз в день точно а лучше два раза в день и утром и вечером чтобы первое же почернение ствола первое же там прозрачная ткань уже была вам понятна и вы бы смогли вынуть это растение срезать эту черноту с этого стволика и продолжить укоренение опять же точно так же вот по этому методу укоренения суккулентов в грунте вот но для некоторых суккулентов это очень хорошо работает видимо вот вода дело в том что она спала это гриновия ой дудлея она спала летом и видимо вот только большое количество влаги и и сподвигло на выдачу корешков ну и тем самым она спасла и себя и порадовала меня и вот с тех пор она конечно же у меня стала красоткой просто красоткой необыкновенной такое чувство что я держу в руках ну какое-то растение крашеная покрытой звездкой что ли но совершенно даже искусственное что ли вот можно так даже сказать даже не похож на живое но вот знаете камера сейчас вот я смотрю в камеру она совершенно по-другому снимает она на самом деле белая она белая-белая как лау в камере она голубая какая-то не знаю как ее вот приблизить что тут с ней сделать но ничего с ней не сделаешь вот отдаляюсь она уже белеет вот такая на друзья вот я нашла угол вот такая на белое-белое огромный этот мощный налет который может поспорить с налетом лау он знаете даже у нее сползает с листьев настолько там много налета что вот он даже висит комочками вот видите вот этот клювик это налет левой рукой неудобно вот я его убрала и там внутри тоже вот кусочки налета но обалденная растение вот 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 так так и вы его настоящий цвет обалденная вообще я обалдею от нее я от нее просто балдею такая классная ну вот так дудлеи точно так же как и греновии они хорошие водохлебы то есть греновию и дудлею нужно поливать намного чаще чем поливаешь эхиверию и ну то же самое по тургору листья но тургора не теряют намного быстрее чем тот же тургор теряет даже тоже там тонколистные эхиверия ну все друзья о как красиво затесалась сюда то лимоненсис краснушечка моя красотка ну все друзья всем спасибо за просмотр до новых встреч всем здоровья и добра жирных здоровых растений пока пока